Привет, мои дорогие! С вами шеф Талга, Алматы со вкусом, и я готовлю в своей любимой кулинарной студии Кенвуд с продуктами Спар. Сегодня мы приготовим галеты с клубникой. Итак, начинаем. Начнем готовить сразу тесто. Нам понадобится размягченное сливочное масло. Открою комбайн и отправлю масло в чашу. А 20 грамм масла я специально оставил для нашей начинки. Здесь у меня тростниковый сахар, Спар, который мне очень нравится работать. Вот. Одну столовую ложку добавляю к тесту, а эту часть я оставлю тоже для начинки. Мука. Мука у меня сегодня пшеничная, Спар, высший сорт, как и все продукты Спар. Я считаю, они заслуживают этого названия, называться высшим сортом. И добавлю сыр мягкий рикотто. Сыр у меня тоже Спар. Отправляем всю пачку в наш комбайн. Небольшое количество разрыхлителя. И небольшая щепотка соли. Соль у меня тоже Спар. Ставлю на минимальные обороты. Техника Kenwood всегда облегчает мне работу на кухне. Тесто уже приготовилось. Соберу его вот в такой шар. Завернем пищевую пленку и отправим в холодильник на 20 минут. И теперь я готовлю начинку. Пока охлаждается наше тесто, берем хорошую яркую клубнику. Нарезаем вот такими кубиками. Клубнику я покрошил. Отправляю ее в чашку. Доска уже не понадобится нам. Крахмал. Духовой шкаф у меня уже раскален. Крахмал впитает лишнюю влагу. То есть не даст уплыть нашим галетам. И сюда же добавляю тростниковый сахар Спар. Убираю в сторонку. Им сразу же займусь тестом. Наше тесто я разделил на равные части. Получилось 4 шарика. И теперь я раскатаю и буду наполнять начинкой. Присыпаем небольшое количество муки на стол. И раскатываем наше тесто. Сразу нужно будет подготовить противень с пергаментной бумагой. Для того, чтобы выложить наши галеты, чтобы они долго не стояли у вас. Не наполнялось тесто, чтобы влагой. Формируем вот такие лепешки. Противень я уже подготовил. Выкладываю наши галеты на противень. И буду добавлять начинку. Вот она клубника. И распределяю равномерно на каждую репешку. Тесто у нас получилось творожным. За счет сыра рикотта. Она очень нежная. Я уверен, будет вкусно и ароматно. И теперь закроем наши галеты. Вот таким вот образом. Защипывая. Кто-то скажет, что это что-то похожее на беляш. Я с вами тоже согласен. Но это сладкий десерт. Который готовится очень легко. Теперь добавляю сливочное масло. Те самые 20 грамм, которые я приготовил отдельно. И отправляем наши галеты готовиться на 30 минут в духовой шкаф, раскаленный до температуры 180 градусов. Прошло 30 минут. Наши галеты готовы. Посмотрите, друзья, какая вкуснятина и красота. С вами был шеф Талга. Алматы со вкусом. И я готовлю в своей любимой кулинарной студии Кенвук с продуктами Спарк. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok